Детское радио представляет Ушли шагами мелкими, не говоря пока Отмеренные стрелками и годы, и века Но в прошлое туманное мы сможем заглянуть Туда часы карманные укажут верный путь Как Морковкин в историю влип Ромочка, хватит уже газировку пить Иди лучше на кухню, я тебе простокваши налила Бабуль, не хочу я твоей простокваши Простокваша не моя, а мечниковская Ты знаешь, что этот сорт простокваши? Лауреат Нобелевской премии Великий русский ученый Илья Ильич Мечников придумал Бабуль, ты ничего не путаешь? Хм, будто бы Нобелевскому лауреату Делать было больше нечего, как простоквашу изобретать Вообще-то надо это выяснить Старинные часы, время назад! Ух ты, в настоящую научную лабораторию попал Столетней давности А это, похоже, сам Мечников к старинному микроскопу прилип Интересно, что он там рассматривает? Вперед, мое славное войско! А, ой, мальчик, мальчик, я тебя не заметил А ты, наверное, посыльный, да? А я как раз пакет от своего друга жду Здравствуйте, я не посыльный вовсе Меня Рома Марковкин зовут А скажите, пожалуйста, кем вы в микроскопе командовали? Вы прямо как в солдатики играли А что, это, пожалуй, хорошее сравнение Видишь ли, Рома Марковкин Я открыл удивительную и прекрасную вещь В нашем организме живут специальные подвижные клетки Называются они фагоцитами По-гречески фаген значит есть В ходе исследований я обнаружил, что они поедают чужеродные тела Ну, всякие там болезнетворные микробы А при чем здесь войско? Скорее, их можно с посетителями ресторана сравнить Только вместо разных вкусностей они микробов трескают А не совсем так Ведь микробов им не на блюде подают Болезнь — это сражение между фагоцитами и микробами Микробы — это не приятель, который атакует наш организм А фагоциты — наши защитники Они как настоящие солдаты Берут в плен микробов, а потом уничтожают Илья Ильич, получается, что если человек вылечился Значит, его солдаты-фагоциты всех микробов победили Вот, вот именно Но это еще не все Во время этого сражения освобождаются вещества Вызывающие местную воспалительную реакцию То есть, когда у тебя, Рома Марковкин, повышается температура То твой внутренний передовой отряд фагоцитов зовет на помощь новых товарищей Молодцы какие! А что будет, если помощь не подоспеет вовремя? О, мой юный друг, это открытие не порадует тебя Как не порадовало меня Если микробов очень много То наши доблестные солдатики-фагоциты, поглощая их, сильно увеличиваются в размерах И в конце концов разрушаются Получается, что они все вместе с микробами погибнуть могут? Тогда что? Человек так и умереть может? А если вовремя таблетку нужную выпить? Рома Марковкин Для того, чтобы побед было больше, а поражения нашему организму не грозили Я и провожу свои опыты Лекарства от болезни необходимо создавать Но этого недостаточно Мы должны проводить профилактику заболеваний Знаю, знаю Гулять на свежем воздухе, делать зарядку и есть полезные продукты Именно так, молодой человек, именно так Для того, чтобы организм был здоров и готов к сражениям с вирусами Необходимо вовремя подкармливать своих невидимых защитников Тогда они окрепнут и всегда будут готовы к новым битвам с инфекциями А правда это, что вы особый вид простокваши изобрели? Да, и горжусь этим Я использовал два вида заквасок из разных стран От обычной простокваши моя отличается более выраженными антибактериальными свойствами И большим содержанием витаминов Я сам ее каждый день пью И тебе советую Ничего себе! Обычная простокваша, а такой эффект Спасибо вам, Илья Ильич, за интересный рассказ А мне пора домой возвращаться До свидания Старинные часы Время вперед! Бабуля, я простокваши хочу Наливай, не жалей С ней иммунитет увеселей Ромашечка, умничка ты мой А я уж и не чаяла тебя уговорить простоквашки попить Сейчас, сейчас Как Марковкин в историю влип!